Большую часть времени Татьяна Лебедева вынуждена была проводить дома. О выходе на работу уже давно не было и речи, пока в ее же доме не открыли социальную мастерскую по ремонту аудио и видеотехники, которая подарила ей и другим горожанам с ограниченными возможностями надежду получить свое рабочее место. Я имею возможность теперь не лежать дома на диване, не ждать, как маны небесные, когда попадет мне что-то, счастье какое-то, какие-то финансовые возможности. Имею возможность зарабатывать, имею возможность находиться с людьми, общаться, то есть приносить не только пользу себе, но и пользу обществу. С появлением подъемника работу по специальности получил и лифтер Владислав, который сегодня также трудится в социальной мастерской. Каждый раз он вместе с руководителем Эдуардом Ахтырцевым помогает Татьяне спуститься в мастерскую, а в конце рабочего дня подняться. Все, держись хотя бы за ручки, которые выступают. Держись за ручки, а за колеса. Поехали. Сегодня Татьяна занимается приемкой сломанной техники, оформляет заказы, работает с клиентами. Совсем скоро в мастерской для нее появится специализированный удобный стол. Но главное, что позади самое сложное – возведение подъемника, который в мастерской появился лишь в конце минувшего года. Еще несколько месяцев назад ни Татьяна, ни ее будущий руководитель и не мечтали, что сюда сможет попасть действительно любой желающий. Была проблема большая найти подрядчиков, кто это сделает. Деньги выделены федеральные, на обустройство входной группы. Шесть компаний у нас было, которые собирались нам сделать это, но в конце концов они отказались. Вот единственная компания, которая приступила к работе, мы им очень благодарны, потому что работу ребята делают для нас великую. Квоту на оборудование для устройства на работу человека с ограниченными возможностями государство выделило по специальной программе. В поисках подрядчика общественная организация «Милосердие» прождала год. Не каждый подрядчик согласится внести свои собственные средства, а получить их только после подписания всех соответствующих документов. Группа компаний «Армада» развела установку инвалидного подъемника, сделала реконструкцию входного крыльца. Мы плицевали его керамической плиткой, сделали поручни, провели отделочные работы. Теперь за ремонтом техники могут спокойно, а главное безопасно, спускаться главные клиенты социальной мастерской, люди с ограниченными возможностями и те, кто вынужден передвигаться в инвалидном кресле и слабовидящие горожане. В мастерской берутся за ремонт даже специализированной техники, говорящих телефонов или, к примеру, тифло-флэш-плееров, которые так необходимы для инвалидов по зрению. Я уже знаю, где это находится, и я теперь уже об этом говорю своим, так сказать, собратьям по несчастью, что можно здесь отремонтировать. В библиотеке тоже сказала, они говорят, хорошо, мы теперь будем знать, куда людей направлять, кому необходимо отремонтировать. И спрос среди людей с ограниченными возможностями действительно есть. Денег за ремонт с клиентов с инвалидностью не берут, зато с радостью собирают устные благодарности за услугу, которую люди с удовольствием оставляют. Благодарю за неравнодушие и внимательность, и мы первые группы по зрению. Все чаще в мастерскую заходят и школьники. Здесь их на конкретных примерах учат ремонтировать домашнюю технику. Так в соседних школах теперь проходят действительно полезные уроки труда. К примеру, на последнем занятии дети разбирали плоский телевизор. Кто-то до этого спрашивал, а можно мы с дома принесем? Я говорю, ну приносите, если папа с мамой разрешат разобрать его здесь, то приносите. Телевизор они разбирали, мы им показывали, из чего он состоит, что он не только источник информации, который можно смотреть, там мультфильмы или фильмы, но и всю электронику внутри. Экран разбирали полностью до последнего листа. В большой рекламе социальная мастерская Эдуарда Ахтырцева не нуждается самого ее основания. Свою технику сюда приносят и местные жители. Многие старые компьютеры и магнитофоны привозят в подарок. Параллельно Эдуард Анатольевич узнает, какие учреждения в той или иной технике нуждаются. И все чаще в его руки попадают настоящие раритеты, увидеть которые теперь можно или в музее, или здесь. Так постепенно мастерская и правда приобретает просветительские экспонаты. Галактическая. Космическая. Инна Щедрова, Игорь Болтов, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.